Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас роллы. Я спала до 12. Вчера вечером заказала себе роллы, чтобы утром мне к завтраку в 12 доставили роллы. И как только я встала, вот так вот сделала глаза, только успела накраситься, и все, роллы у меня дома. Было очень удобно. В общем, у меня такой завтрак. Хотя время уже, наверное, где-то час. А все почему? Потому что я вчера очень поздно легла. Вы уже, наверное, догадываетесь, чем я занималась. Правда, мои основные зрители с этого канала, которые мне нравятся бумажный канал, они не особо в восторге от моего хобби, но да ладно. В общем, вот такие роллы, они идеально ровные. Я вам в инстаграме выложила, их показала, так что кто из инстаграма, пишите в комментариях. Я делаю белую блузку, которую я ношу на работе. И вот стопудово заляпаю. Мне бы хотелось ответить сегодня на главный вопрос, который я очень часто получаю в комментариях. Что насчет прав? Получила ли я права? Чем все это дело закончилось? Почему я об этом не рассказываю? Кто не в курсе, я хочу получить права. Записалась в автошколу. Потом уже поняла, что автошкола немножко не мое. И я уже начала заниматься отдельно, как бы получается, с репетитором, так скажем. Девочка приходила ко мне домой, и мы с ней проходили правила дорожного движения. Это все теория. Сказать, что я провалила экзамен. И не сдала. Такого не было. Просто последние где-то два занятия я то переносила. В общем, у меня не получалось по времени. У меня, например, были какие-то дела. Особенно с этими бумажными моментами. И, в общем, я решила больше не заниматься. А учить все эти правила сама, самостоятельно. Вот. Девушка тоже меня поняла. Дала мне все материалы. Я, получается, где-то месяц она приходила ко мне. Плюс-минус. А потом я поняла, что я могу это все учить сама. Например, она приходит в семь. А в семь у меня какие-то другие дела. Когда я учу сама, я могу взять книжку и учить хоть до часу ночи. В общем, я начала все это самостоятельно учить. И у меня внутри появился такой страх. А вдруг не получится теперь. Теперь я очкую. Нашла учительницу, которая мне будет преподавать практику. Парень в последнее время обговаривает меня покупать машину. Он говорит, что я постоянно дома. Если что, могу поехать на такси. С каждым годом машина как бы теряется в цене. Плюс гараж у нас, например, во дворе просто оставить машину. Тоже нужно платить. Если в гараже, то еще надо платить за это. Страховка. Не знаю, масло надо менять. Бензин наливать. Парень говорит, что на нынешний этап моей жизни мне машина не нужна. Не то, что он говорит, что не надо, зачем. Просто он говорит свое мнение. Вот. И я так подумала. С одной стороны, я с ним согласна. Но иногда, когда, например, я еду в деревню. Или хочется куда-то пойти погулять. Или пофоткаться в таком месте интересном. Поездить по городу. Поискать интересные места, локации. Поэтому я даже не знаю, правильно ли я делаю или нет. Но в любом случае, я думаю, даже если у меня будет машина или не будет, то все равно права нужны. Они понадобятся в любом случае. Парень говорит, лучше купи себе еще одну квартиру. Сказать честно, сдавать квартиру это просто кайф. У меня просто такое ощущение, что месяц один раз мне кто-то дарит деньги. Я просто ничуть не жалею, что я квартиру сдала. Хотя изначально мне в комментариях писали, что живи там сама. И я сама хотела там жить. А сейчас я понимаю, как хорошо, что я ее сдала. Просто в месяц один раз. У меня просто такой кайф. Возможно, из-за того, что у нас никогда не было еще одной квартиры, которую можно сдать. И мне незнакомо это чувство. Но мне кажется, что мне кто-то дарит деньги. В этом месяце тоже я получила свои 350 монат. Это 15 тысяч. Я понимаю, что это не суперогромная сумма. Но когда ты ее получаешь просто так, просто потому, что у тебя там есть квартира, и кто-то там живет, это такой кайф, просто словами не описать. У меня 10 монат коммунальные услуги. Это 450 рублей. И вы знаете, некоторые жильцы не платят даже эти 450 рублей. А я человек, который жил в России. У меня дядя платит коммунальные услуги. Тысяч, наверное, 5. Прикиньте. А люди не хотят платить 450 рублей. Причем живя в новостройке, в обалденном здании. Но так как у меня квадрат мало, поэтому я... То есть всего у меня 53 квадрата. Поэтому плачу так мало. Вот если на минутку представить, что у меня не одна квартира, а, например, 5 квартир, можно вообще ни хрена не делать и жить себе в кайф до конца жизни. просто сдавать квартиру. А спрос есть. Столько у нас эмигрантов из Узбекистана, Таджикистана. В здании, в котором я живу, 4 семьи живут. Я по их одежде понимаю. Они так закрыто одеваются. Там у них платочек на голове. Не такой платок, как у мусульман хиджаб. А у них такой. Немножко и волосы видно. Они очень культурные, милые. В общем, не только эмигранты, а еще очень много людей приезжают в Баку из сел. Например, взять наше село, где я родилась. Можно сказать, процентов 20 молодежи уехала в город. Я вижу, с каждым годом это процентное соотношение увеличивается. Поэтому я думаю, что это перспективно. Я вообще такой человек. Я не за понты, так скажем. Конечно, было бы круче сразу купить какой-то там клевый внедорожник, ездить на нем, показывать всем. Я такая крутая, я заработала. Я заработала на такое транспортное средство. Я вот такая чувиха крутая. Вкусно. Вы знаете, недавно я была на процессе купли-продажи квартиры. Не буду говорить, чей, но да ладно. В общем, у мужчины, я знаю, что у него есть 8 квартир в одном здании. То есть, когда мы хотели покупать у него квартиру, мы спросили, какой этаж. Он, например, сказал 5. Мы говорим, как-то низковато. Он сказал, у меня и на 6 есть точно-точно такая же квартира, и на 7, и на 8, и на 12. Вы можете посмотреть все варианты. Там проект один и тот же, просто этажность другая. Потом спрашиваешь, а однокомнатная у вас есть? Да, у меня есть такая однокомнатная, другая. В общем, у мужика дохрена недвижимости. У него какой-то, как я поняла, очень крутой бизнес в Азербайджане. Он зарабатывает отсюда деньги и предпочитает жить в Москве. Не знаю, почему. Тратить свои бабки там. Впрочем, у него свой бизнес. В общем, я не буду раскрывать все тайны и говорить, что как почем. В общем, я его никогда в жизни не видела. Всегда общались через его помощника. И настал день Х, когда мы делаем куплю-продажи. И я, знаете, что удивилась больше всего. Мужчина был очень скромный, сдержанный, ничего не говорил, постоянно молчал. И постоянно был в телефоне. Как вы думаете, какой телефон у такого человека? Вот как вы думаете, у него самый обычный Самсунг? Я была немножко шокирована, если честно. Я просто ожидала увидеть какую-то вертву. Или на крайняк последний айфон. Заметила одну характерную особенность. Мы, бедные, всегда пытаемся казаться чуть-чуть побогаче. А люди действительно богатые. Им как-то плевать, что ты подумаешь про него. И он даже не заморачивается по этому поводу. Обычный Самсунг такой, но не совсем отсталый. Я не очень разбираюсь в Самсунгах. Но у него был Самсунг. По-моему, это был S10. Такой культурный. Чисто говорит на русском языке. Чисто. Но сколько мы не пытались с ним заговорить на русском. Что-то спрашиваем у него на русском. Он отвечает на азербайджанском. Ты говоришь на русском, он отвечает на азербайджанском. Потом, когда он с помощником начал говорить по-русски. Потом по телефону с кем-то начал говорить по-русски. и офигела от его русского. Он просто чисто говорит на русском без малейшего акцента. Он предпочитает разговаривать на своем. Так что не знаю, мои хорошие права. В любом случае я, наверное, постараюсь получить. А вот насчет машины не знаю даже. У меня парень собирается покупать новую машину. Так как они вдвоем с братом. Неудобно на одной. И он мне всегда говорит, куда тебе нужно. Я тебя отвезу, я тебя привезу. Но мне просто не хочется каждый раз его запрягать. Мне больше близка позиция Стива Джобса. Который, имея миллиарды, одевается, базарит. Очень скромно. Хотя, конечно, неправильно сравнивать себя простого смертного человека с великим Стивом Джобсом, но все равно. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет безумно приятно, если ты поставишь лайки и подпишешься. Всех люблю, целую. Пока.